Здравствуйте, дорогие друзья, у нас сегодня очередной урок, который называется на этот раз «Выговор и возражение». Возражение, возразите кому-то, «Тухаха в Мехаа», так это звучит на юрите, в недельном разделе «Балак», у нас об этом написано, мы ведь все выводим из наших недельных разделов, «Сея еврейское поведение», это не что иное, как практикум, я бы сказал, практикум по курсу, который называется «Мусар», еврейская этика, этика, правила поведения, в желании которых человек знает, как ему надо себя вести, что нужно сделать для того, чтобы стать лучшим, чтобы улучшить свою жизнь, жизнь окружающих и выполнять заповеди Торы, это называется все «Мусар», то, что мы получили от наших, получили передачи из поколения в поколение, получили от наших мудрецов, от наших учителей. Мы так много и так часто на наших уроках, раз в неделю мы с вами встречаемся, в течение года говорили о том, что недопустимо делать выговоры другим людям, замечания, поучать их. Так прямо говорили, недопустимо, что сейчас самое время уточнить, и пришло время, больше 50 уроков мы уже с вами встречаемся, когда необходимо делать выговор, замечания, наставления. В некоторых случаях это необходимо. Вот сегодня первый раз над этим будем говорить. Написано в книге Бэмидбар, 25 глава, 4 стих, там так написано, что Всевышний сказал Моше, возьми всех руководителей народа, глав народа, руководителей, начальников, и повесь их Всевышнему против солнца. Повесь, прям повесь, бей и уничтожь. Речь идёт о том эпизоде, когда народ совершил грех за черями Муава с мавитянками, когда евреи остановились в месте, которое называется Шитиму, привели нехорошие люди, евреи, мавитянок, и эти мавитянки развратили народ, чем они развратили его, соблазнив его поклонением идолу Бааль-Пеор. Был такой идол, и все начали заниматься, многие люди начали заниматься идолопоклонством. Вот после этого Всевышний сказал Моше, чтобы он повесил руководителей народа. За что? Так мы читаем у комментаторов нашей Торы, в частности комментатор, который называется Сфорну. Он так написал. За что? За то, что видели они прегрешения народа, которые поклонялись, будучи научными мавитянками, поклонялись этому Бааль-Пеору, этому идолу, они видели прегрешение народа и не воспрепятствовали этому, не возразили народу, не оставили его к исправлению, не читали ему никаких нотаций, не накричали на них. А почему сказано против Солнца? Это прямо так написано здесь о том, что повесить их Всевышнему против Солнца, чтобы все видели это наказание и знали, что иногда, и это важный момент в нашей лекции, в наших лекциях даже, что иногда недопустимо молчать. Вот начальники смолчали, и это было совершенно недопустимое дело, в особенности это и глава народа. И поэтому их повесили против Солнца, чтобы все это видели. Правда, там так написано, там написано иврите, написано «Окаутам». «Окаутам» мы переводим как «повесь», на самом деле это не повесить, а сделаем их внушение, а в частности и повесить их нужно тоже, но сделаем так, чтобы… Скажи им, выдаем по первое число, вот что это называется. «Отсюда возникать слов мне в общем-то ха-ха». Внушение. «Отсчитай их». «И лишь затем Моше нарушил, наказал самих нарушителей смертной казни, а Всевышний весь народ мором». Так мы и читаем в самом начале. Так или иначе, мы видим в нашем стихе очень важные слова. Руководители видели, в какой степени опустился народ, получив Тору, это шел уже 40-й год блуждания в пустыне, и народ опустился, и опускался все ниже, и все смолчали. Начальники смолчали, никто не сказал, что это безобразие, будучи умными людьми, значит, Тору они прекрасно могли знать, к чему это могло привести, и они не испугались смолчать, они испугались сказать. И поэтому их наказали страшным наказанием. Всевышний просто взял, сказал, повесить их. Они не начальники, больше того не сделали такое страшное прегрешение, что теперь они вообще лишаются жизни. Вот, как видим, если мы молчим, это в виде преступления, то за это следует наказание. За что? За наше молчание. Повторяю, на всех наших лекциях мы всегда говорили, по крайней мере, я на моих уроках говорил, никогда не делайте замечания другим людям, ставьте их в покое, не торопитесь, ставьте их на путь правильный. Почему? Потому что очень часто это приводит, в большинстве случаев, кстати, приводит к конфликту, к ссоре, а в них нельзя участвовать. И вот сейчас, сегодня, первый раз мы говорим о том, что это надо делать, иногда нужно делать. Посмотрим, какие будут условия для этого, в каких случаях это нужно будет говорить, и что все это означает. А сначала я расскажу и начинаю наши истории, потому что я все это композирую историями разными, и сейчас этим начнем, прямо с Хофицхайма. Эту историю о нем привел Раби Яков Нейман в одной из своих книг, где он собирал истории про Хофицхайма. Я рассказывал о том, что однажды Хофицхайм приехал в город, который называется Чернигов, вы, наверное, слышали такой город известный, в России там была еврейская община. И, между прочим, что мы там сообщили, он уже был в возрасте, что здесь, в городе, если я вам скажу, что это было в 1917 году, в 1917 году, всяких намеков нормально было, да, такое начало, что в этом городе вообще есть люди, которые не соблюдают субботу и нарушают открыто постановление Тора, тогда это было редким случаем, и поэтому ему сообщили, вот известный человек, больше того, меценат даже, тот, который вообще дает деньги, как сейчас говорят, отстегивает большие деньги, как деньги башли нашей синагонки, поэтому с ним не нужно ссориться, но у него есть большой мифаль-фабрика, там много евреев тоже работает, и эта фабрика работает в субботу, потому что ему не донести, а просто сделали, сказали, он расстроился ужасно и сказал, что он очень хочет с ним поговорить, и они встретились с ним, и он видит, что на нем кипа, и он учился в Хедоре, и спрашивает, как же ты дошел до жизни такой, твоя фабрика работает в субботу. Кто сказал, дело-то в том, что, смотрите, это же разговор не просто идей каких-нибудь, я так понял тот текст, который я читал, он сказал, что он каждый день у фабрика дает чистый доход 4 тысячи рублей, большие деньги были в те времена, и он не может оказаться от этого, вот не будет он работать в субботу, он теряет 4 тысячи, а от этого хорошо и синагоги, и евреям, которые у него работают, 4 тысячи рублей. Ховискайм спросил, работают те евреи, я говорю, да, но их не большинство, получается, что ты заставляешь, Ховискайм сказал, что ты заставляешь евреев работать в субботу. Я говорю, я их не заставляю, пожалуйста, они в любое время могут уволиться, дам выходной пособие, пожалуйста. А скажи, а здесь в Чернигове есть другая фабрика? Нет, такой большой больше нет. А скажи, пожалуйста, ну есть какие-то? Да, есть, а там платят деньги, да, но не такие, как я. Я плачу самые большие деньги. Получается, что твоя фабрика чуть ли не единственная их работа? А, да, он еще так сказал, ну вообще-то есть еще фабрики, но туда евреев не очень берут. А, это единственная работа, значит, здесь. Деньги неплохие. Если они у тебя вынуждены нарушать субботний день, у тебя большой грех. А то с водителями спросят, где это следует, что на ней большой грех? Как я же никому ничего не оставляю? Что означает это все? И Хофис Хаем сказал, написано в Торе о шешеке мем того отдума. Работай 6 дней. 6 дней работы. Зачем написать такие простые слова? Мы't, за этого знаем, что можно работать. Что, приказ, что ли? 6 дней работы. Я знаю, что, в субботу не работай. Это да, приказ, запрет. 6 дней работы – это что, приказ? Зачем так написано? А после этого, все знают, что 6 дней можно работать, а после этого в субботу нельзя работать. Зачем это написано? А дальше читаем В Йом Ашви Тишбот Не работай, а в Йом седьмой день Не работай Это означает В седьмой день не отдыхай Мы могли подумать, что если будешь работать 6 дней То тогда Отдыхай в субботу, если не работал, то не отдыхай Нет, даже и так не нужно думать Нет, все не так А именно, если будешь устраивать себя в субботу То в 6 дней тебя будет работать И если ты соблюдаешь В субботу То в 6 дней у тебя будет работа И ты будешь получать порнос Поэтому, когда ты сказал Что ты боишься потерять деньги И поэтому ты нарушаешь субботу, значит, что все наоборот И за субботу ты получаешь свои деньги Ну, тот посмеялся, сказал Разве не своими ли усилиями я Сделал эту фабрику на ровном месте Все пробил, все сделал Своим умом, своей удачливостью Всего сняли помогает, конечно Но суббота, это когда у меня нет работы, я отдохну Не надо говорить, кому я обязан В субботе я обязан И ушел И прошло нескольких месяцев Как разразилась революция В общем, все Пошло по-новому Ход истории пошел по-новому Всего еврейства Восточной Европы Этот еврей все потерял Там Рижанская война Неразбериха, Чернигов Рижанская страшная война Смута Все бросил Еле спать со своей семьей Уехал куда-то на запад И уже оттуда, в Литву Написал письмо В котором написал И Хоисхайм показывал Это письмо людям Что Раф оказался прав Он написал Я-то и не знал об этом Учился в Хедре и не знал Тора установила мне Сколько фабрики работ Когда работа прекращается Это зависит от Торы И все это Зависело от меня Так сказала Тора Если бы я субботу не нарушал То ничего бы не потерял Все, весь рассказ Рассказ закончился Если бы так Он написал Хоисхайм И себя субботу соблюдал Я бы ничего не потерял Но меня это интересует И у меня моментально Как почитатель возникает вопрос Ой Вся история российских евреев Зависела от одного еврея От одного этого человека Если бы он соблюдал субботу И что И мы бы не получили то, что получили И получили бы Женовскую войну Сталина С Гитлером Правильно Так можно сказать Так вот Вообще-то на самом деле Это конечно шутка От него зависит Вся судьба Всей еврейской России Здесь много правды Надо бы подумать об этом Именно об этом и надо подумать Может быть от него все и зависело И обязательно находим ответ Рамбан так написал в своих книгах Он так написал Каждый из нас Бэйнони Средний человек Не полный праведник И не полный И не полный злодей И все мы Наш круг Это Бэйноним И каждое мое дело Оно такое среднее Как же среднее Не мое дело Мое дело не может быть среднее Или сейчас я сделаю хорошее дело Или плохое Но все что я сделал В своей жизни Ровно пополам Что-то хорошо Сделал что-то плохо Среднее или нулевое И вот от того Что я сейчас сделаю В эту секунду Качнется Что маленькие мои весы Мои личные Мои судьбы Никакого другого Качнется в эту сторону Или в эту И какое-то время Я буду злодеем Если у меня злодейские дела Превышают мои праведные дела Я получаю злодей Не полный Но злодей А если я живу В мире В собственной стране Получается что Весь мир зависит от меня И вот эта капля Которая подтянет Мир или влево Или вправо Это моя капля Может быть И после этого Возникают Ражданские войны Смуты И неприятные вещи Евреем Когда я начинаю Я Начинаю делать Какую-то плохую вещь Так что Рамбаму Он четко совершенно написал От каждого Действия Каждого человека Зависит благополучие Всех евреев А следовательно Благополучие Всего мира Вторая история Она произошла С Раби Шимоном Равином Ярославль Я собираю Историю Которая связана С Россией Или с российским Ареалом И однажды Люди ему показали Шутку После шутки Нужно сказать шутку Потому что мы Биноним К нему пришли К Раби Шимоном Известного Равина Ярославля Пришли люди Это было тоже Дорываться И принести Книгу Отпечатанную С очевидной Ошибкой Ошибка такая Смешная была Что все очень смеялись Там так написано Аз по ним Дерзость Она для райского сада А бошит по ним Скромность Для ада Я сейчас скажу В чем заключается шутка На самом деле Все должно было быть наоборот Перкиавод В пятой главе Там так написано Дерзкому человеку Уготовлен ад Дерзости За дерзости Ад А скромному рай Ган Эден Так там написано Так сказал Иуда бен Тейма Так написано В перкиавод В пятой главе А то все было написано Наоборот Дерзкому рай А скромному ад Как так получилось Наверное Пошутил Той мой Теперь просто По недосмотру Поскольку все эти фразы В ушах У каждого еврея Так они сделаны И люди смеялись Сказали Что вообще Теперь что Эту книгу Нужу к Денизу А Денизу Значит убрать На кладбище Сжечь Не сжечь А убрать А раби Шимон Сказал Нет Подожди секундочку Ведь не бывает Случайных ошибок И в этом есть смысл Что значит Дерзкому ад Если человек дерзкий И имеет силу воли Кому-то сделать замечание И это замечание Ну Наставить человека На правильный путь Вот это и называется Для него Приготовлена награда Ган Эден Рай Он не настолько дерзкий Чтобы сделал Другому замечание Боится Скромный Мирный Твоему Приготовлено Наказание И иногда Надо кричать Воевать Бороться Наступать А другой человек Как раз Как раз дерзкий Настолько Чтобы дать Отпор нарушитель Тору Ну Приготовлена награда Правда Есть такие люди Которые не в силу Своей скромности Боятся сказать Кому-нибудь Замечание сделать А в силу того Что они боятся Обидеть человека Бошит Ну так вот Они его боятся Обидеть Вот сейчас делают Порушение И оба Ад получат То есть нужно Сегодня мы поговорим На эту тему Какие условия бывают Что нужно будет Звесить Все обстоятельства Когда мы можем Молчать И не говорить Между прочим Вот я начал Говорить о том Что Это специфика моих уроков Может быть Специфика моего характера Не знаю Я всегда всех призываю К тому Чтобы не делать Замечания никому Вообще никому Зазвонил телефон Нашей аудитории Пускай звонит Мы разберемся Не так Что это и мешает нам Настолько Чтобы делать Человеку замечание Может быть Телефон ему очень важен Давайте смотреть за собой Это главное правило Смотреть за собой Не бороться с другими Не для этого мы живем На этом свете Чтобы бороться Переделывать Учить других людей Даже учитель У которого специальность Такая профессия Такая Учить других людей Это можно делать Только потому Что люди добровольные И сказали Научи нас И уходить за ними Бегать И учить Это неправильно Почему У каждого Единственная арена Приложения его сил Это он сам Работает с собой Есть что сделать Как всегда Я говорил Русская аудитория Русскоязычная аудитория Я все-таки Сейчас я скажу Что такое русская аудитория Я всегда говорил Вообще Никаких замечаний Не делайте Меня после урока Все спрашивают Что вообще никогда Никогда Говорю Я пошел Говорит Нужно же Я знаю Какие исключения есть Я рассказываю Исключения Целый урок Могу Построить На одном событии Когда на самом деле Нужно было Хватать человека Что-то ему Внушать Срочно Чтобы спасти Кого-то Или его Самого Или нас Как правило В большинстве случаев Не делайте Замечания Ни одного Я говорю Вы серьезно Это говорите Русской аудиторией Я говорю Серьезно А почему Я однажды Взял Сознался Да потому что Они все равно Будут делать замечания Учи Не учи Человек Не принял Вот говори ему О том Что лучше Без женой Говорить мирно И не смотри Какие грехи Минусы Не надо этого делать Он скажет Всегда Я говорю Всегда Тотально Глобально Мега правило Почему я так говорю А если он так С себя начнет вести И жена ему Сядет на шею И вообще Перестанет потом Ухозяйничать Я говорю Этому человеку Никто на шею не сядет Он не позволит Русскому человеку Который привык Делать замечания Что они учатся Будут делать замечания Ну а как Контрпример Контрпример Пожалуйста Есть группа Американских евреев Их не заставишь Делать замечания Они люди мирные А вы что На эти уроки На американском языке По-английски В Америке Был я в Америке Не Русскоязычным Которые живут там Уже давно И молодое поколение Вырастает И эта молодежь В общеамериканском Дискурсе Вырастает Там не принято Делать замечания Другим людям В автобусе Там тебе никто не скажет Если я в автобусе Кто-то положил ноги На сиденье Просто быть такого Не может Поэтому я ему говорю Всегда делайте замечания Делайте замечания Они говорят Что иногда нужно делать Я говорю Нет всегда 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 Доброго На самом деле А почему вы так говорите Я говорю Да они сразу же не будут делать Хоть чуть-чуть Их сдвинуть В сторону Подумать Может Ты отвечаешь За действия Другого человека Ты аж как Из России Из российского Ареала Да Из постсоветского пространства Жены говорят Слушай Задумайся Может быть Не так часто Нужно Дергать людей Хватать своего ребенка За руку И очень многие Так и думают Что я же родитель Я же должен Каждую секунду Как барабас Карабас Должен быть Показывать ему Что я главнее Что я важнее Как ты смотришь Как ты сидишь Выпрямься И так далее Можно испортить Человеку жизнь Ты ему испортил жизнь Нормально вырастить Мы же выросли Мы выросли Это раз А второе Значит вырастить нормально И будет дерганый человек Так и будет носить Себе Вот эту обиду к жизни И он думает Откуда человек Плохой характер Причем такой Осторожен В чем подозрительный Много чего Можно сделать С человеком Когда мы Нейтрально Его дергаем Поэтому не дергайте его Сегодня пришел урок Дергать надо Когда Об этом мы и рассказываем А сейчас я расскажу Что Говорил о том Что замечание Замечание урозен И если просто Дергать человека Это запрещено Но говорить Только нужно по делу Есть несколько условий Давайте я их возьму И перечислю Знать Что тебя услышат Вот если ты знаешь Что тебя услышат При всех остальных Равных Позициях Этому человеку Нужно сказать Почему Потому что Он тебе потом скажет Ой спасибо Самый простой пример С Эллочкой Людоедкой Парниш У вас вся спина белая Если она белая Так это хорошо Что я мне сказал Я иду на лекцию Иногда поворачиваюсь Классу Рисую там Тригонометрические ряды Какие-то Сходящиеся Неважно Функциональный анализ И поворачиваюсь спиной А у меня вся спина белая Где-то я прислонился В нашем физтехе Стенки красили И все смеялись Я думаю Чем они смеются Неудобно Получилась неудобная вещь И ко мне сказали Эллочка подошла Сказала Рыбру У вас вся спина белая Все хихах И я посмотрю Ой спина белая Скажу спасибо И отрехнул ее Видите замечание Которое нужно сделать Она не плохо для меня Сделала А хорошо для меня Сделала О Если я знаю Что я по делу И второе правило Что это будет услышан Тогда это замечание Нужно сделать А не оттолкнуть человека И там он еще больше Сделает нарушений Если он тебя не слышит А ты делал замечание Он даже не интересуется Ничем Почему Он решил Что он все знает Лучше тебя Раз или Что такое выскочка Откуда ты появился Что ты меня учишь Главное Я без тебя знаю Или кто ты такой Вот это два обстоятельства Если он так рассуждает Все Запрещается что-нибудь говорить Но если нет Пиковых нефиш Если нет Угрозы для жизни Второе Третье Нужно знать закон Торы Вообще Все эти замечания Касаются вообще Только законов Торы Если это не касается Законов Торы Например Деррехерас То может быть Нужно приберечь Замечания Про себе Например Не все время Не хватать ребенка И не требовать От него Скажи тете спасибо И этой тете Скажи спасибо И той тете Скажи спасибо Ребенок Вообще Кроме этого Спасибо Уже ничего не видит Его затекали Или скажи здравствуйте Или еще что-нибудь Заранее уже Лучше этого не делать А все что касается Торы Например Извини пожалуйста Нужно вымыть руки Не потому что Это хорошо конечно Гигиена Нужно мыть руки Я вся заставляю Свои дети Мыть руки Как я их заставляю Ну просто сам мою Сними руки Я говорю Ой Пойдем Помоем руки А Натилатедайм Это уже закон Торы Пожалуйста Сделайте Натилатедайм И они уже знают Что все мои замечания Согласно Торы Или например Кто-то жалуется на жизнь И говорит Вот такой человек плохой О это уже Тора Пошла Извините Запрещается Своему ребенку Скажу Запрещается Говорить плохо О твоих друзьях По дворе Это нашего нара На самом деле Конечно не так Мои дети прекрасно Все эти законы знают Это они скорее всего Скажут мне Папа Что это вы с мамой Начали говорить о ком-то Этого не надо Их так учат Это конечно же Мы тоже не будем говорить Это даже без своих детей Но по крайней мере Мои дети Если услышат что-нибудь Странное Бывают со мной Какие-нибудь странные вещи Я прожил большую жизнь В России Я иногда перехватываю Такой От младших Старше Что-то умеет Камуфлировать Они даже не посмотрят На меня Чтобы меня не обеять А младшие Можут посмотреть Мол Что это папа Такой начал говорить Есть такие у меня Примеры в моей жизни Каждый раз Когда приезжаю из России Я был долго Что-нибудь Один раз в неделю Скажу вслух Например Мой сын получил отметку Не самую высокую И не 100 баллов 11 Возьми Скажи Сыр, что случилось Простая фраза Что случилось Два слова Реангция моментальная Что это с папой Раз так можно быть Ребенком Это его личное дело Что случилось Не надо выговор Не надо показывать Что это плохо Хорошо Но садова Здорово Почему? Потому что Важнее показать ему Любовь свою Чем заставить его Учиться Только потому Что папа недоволен Лучше Не оставить Место недовольства В доме Это одно Из самых важных Правил Еще есть несколько условий Уметь надо так сказать Чтобы не обидеть человека Я сегодня говорил Сейчас прямо так сказал Даже не посмотрят на меня Чтобы не обидеть меня А иногда Надо между прочим Обидеть человека Следовать А ведь мы еще будем Говорить на эту тему Но только в том случае Если в будущем Он мне скажет Спасибо за это Вот тогда Может быть Переступить через Такую границу Как-то у него Недовольство какое-то будет А о каком будущем В каком будущем В любом Я сейчас По-моему все ответил Да В любом будущем Даже в далеком Очень далеком В том будущем Что он мне подошел Ко мне и сказал Ребрен Что же вы могли Меня остановить Папа ты мог Меня остановить Сосед Ты что ж Мне не сказал Что я делал Ты мне не сказал Я не знаю А я думал Что ты знаешь Скажу я ему Как думал О чем он думал Я не хотел тебя обижать Я хотел обижать И подвел ты меня Сейчас меня наказывают Уже в очень далеком будущем Очень сильно за это И ты мог меня остановить. Есть еще несколько правил. Сказать так, чтобы если я делаю замечание, чтобы окружающие не решили, что я выдаю себя сам за праведника, делаю вид. Это Рабейн Ион у нас научил. Помните, вы говорили об этом? Что даже когда я вижу, предположим, я равин, предположим, у меня есть община, предположим, мы выносим Тору в праздник, в субботу, и читаем по Торе. Тору читает слух, а в это время запрещается произносить, что говорить запрещается. Такой закон. Я не хочу сказать, хорошо а плохо. Вы еще не знаете, что вы, уважаемые зрители и ученики, должны проверять у себя там в общине и говорить ваш раввин, он говорит, я не хочу быть причиной для этого. Есть такой закон. Давайте я говорю теоретически. И что происходит? Они разговаривают, но я-то не хочу делать никаких замечаний, я могу оглянуться, Рэбру, наглядывается старый человек седой, и показывает так, ну дальше будем считать, Рабейн Ион запрещает. Почему запрещает? Чтобы люди не подумали, ух, Рэбру, он какой у нас праведник, он-то не разговаривает. Рэбру тоже, бывало, разговаривал. Теперь мне вообще нужно два раза еще подумать, сказать другому человеку, чтобы не выдать себя за праведника. А что нужно делать? А мы сейчас увидим, у нас есть пример на эту тему, что нужно делать. Рабейн Ион особый человек был, особые правила нас научил. И еще последнее правило, чтобы была в нашем случае польза и для этого человека, и для общества, ну не тебе лично, чтобы я не до себя сказал замечание, например, для поднятия авторитета. В нашем примере я же раввин у нас, да, Рэбру он раввин, чтобы я, дай-ка тебе, дай-ка я скажу в своей общине, давно я этого не говорил, что нужно себя то-то, то-то и поправить, вот то-то, например, молчать нужно. Сейчас целый урок вам буду говорить на тему, что нельзя разговаривать, я умею, и этот урок хороший будет, этот урок получится, нельзя разговаривать во время чтения Торы и во время молитвы, когда Шалих Цибур, как называется, Хазан, наш повторяется молитва, в это время запрещается всем разговаривать, нужно слушать и отвечать только Амен. Сейчас я дам урок, серьезный урок, так что все вздрогнут, ухо, как он Зорова отсчитал. Почему я это сказал? Чтобы повысить свой авторитет, безобразие. Никому не нужен этот урок. Если есть мой интерес, я интересант, то тоже к этому очень осторожно относиться. У меня сейчас на экране возник вопрос, когда можно пресекать ребенка на будущее. Я полагаю, остановить его что-то делать такое, чтобы он в будущем не... Я все правильно понял? Чтобы он в будущем не повторил эту ошибку. Это серьезная тема. У нас есть в блогах, по крайней мере, на tool.ru целая тема называется «Основы принципа еврейского воспитания». Там вот на эту тему просто пара страниц написаны, когда можно пресекать ребенка на будущее. В двух случаях. Я так себя понимаю. Что значит на будущее? Что он делает? Ковыряет на существо? Что он делает сейчас? Почему нужно пресекать? Ну, например, он отобрал игрушку у другого мальчика. Нормальный пример? Отобрал игрушку, я не хочу, чтобы он отбирал игрушки. Что вырастет отбирателем чужих игрушек. Будет большой, им будет плохо. Я же хочу, чтобы ему было хорошо. Когда я хочу, чтобы ему было хорошо? Сейчас или в будущем? В будущем. А сейчас? Ну, наверное, сейчас. А сейчас в своем молче. Ты же хочешь, чтобы ему было хорошо? Да я не хочу, чтобы он приучился. Очень хорошо. В таком случае задумайте. Сейчас ты откроешь рот и скажешь, Сережа, отдай игрушку, Катеньке. Ты сейчас что хочешь сделать? Ты сейчас его криком... Это как удар, нам вздрогнет. Что я сейчас с ним собираюсь сделать? На самом деле думаю, что он будет отбирать игрушки? Может быть, может быть, мирно? Спустить все на тормозах? Может быть, подойти со всеми сыграть? Я не знаю, обнять их всех? Взять эту игрушку, дай мне ее? Ну, не дает, не дает. В конце, вообще, пускай не дает. Что-нибудь страшное не произойдет? Я боюсь, что нам нужно взвести такую вещь. Не сделаем ли мы хуже тем, что мы сейчас остановим его? Не сделаем ли мы в будущем хуже? Человек, который научится уходить из-под окриков, отбирать-то он не будет, то есть, не будет открыто отбирать игрушки, будет потихонечку отбирать игрушки. Он целой страны можно отнять самую любимую игрушку, нефть и газ, но потихонечку. Вот, может, мы его воспитали таким образом, чем, что мы начинаем, заставляем его выкручиться в наших случаях. Так или иначе, случай это непростой, и не надо торопиться, использовал такую отмазку. Я на него накричал, потому что я боюсь, что он выросит эгоистом, или насильником, отбирателем игрушек, или невоспитным человеком. Я вышел во всех, во многих случаях это не поэтому мы накричали на ребенка, потому что мы вообще просто привыкли кричать, кричать на детей нельзя, так же, как мы не любим, как кричать на нас, во всех случаях. В конфликте Сережи с Катей и папой я на стороне Сережи. Раби, Иуда, Цатка, глава Ешивы, Пурат, Йосеф, здесь в Иерусалиме. Он всегда говорил в субботу, все кричали шабос, шабос, когда видят какие-то запрещения, а он говорил шоферам, которые ездили по его району, шаббат, он сфарадим был, шаббат, он не говорил шабос, шаббат, но всегда говорил без надрыва. И вот однажды к нему пришел домой в будни бандитского вид человека, пришел человек и со двора начал кричать, здесь живет Рав Цатка, все увидали, страшный такой человек с волосатыми руками, такой мощный, его не впустили, испугались, он говорит, я хочу поговорить с Равом, с Равином, его испугались, но Рав Цатка сам вышел к нему, Рав Иуда Цатка, и говорит, ну что, сын мой, дело в том, что вот однажды я, я водитель такси, однажды я ехал по Иерусалиму, район этот закрыт, где вы живете, но вот на границе этого района я оставился там на перекресток, проходил мимо кто-то и сказал, не посмотрел на меня, развел руками, говорит, шаббат, и столько было горечи и боль в его глазах, горечи в его словах, что я поехал дальше, поехал я, я вообще езжу в субботу, а этот образ у меня не уходил, из памяти не уходил, и эти слова шаббат, и уходили из ушей, и вот я приехал через два дня сюда в этот район, начал всех обходить и объяснять, кто это какой, мне сказали, что это вы, я пошел, да, это вы. Я хочу посмотреть на человека, который меня может научить, что в субботе такого, что, когда человек когда-то видит нарушение, в нем такая боль возникает в сердце, что он переживает, так переживает, что в этой субботе такого, вот сразу я одним словом не объясню, мне сейчас урок пойдем со мной, он взял его и отвел на свой урок, так он начал ходить на его уроки, вы видите, вместо крика просто боль развел руками, что теперь можно сделать, это тихое замечание, взгляд на полную боль это ведь больше, чем крики, проклятия, вопли, шаббас, шаббас, прочие вещи, я боюсь тех, кто кричит шаббас, шаббас, если на самом деле такие люди есть, еще взорвав сомневаюсь в этом, это может такая старая легенда, так вот, я живу в льезом районе просто не разу не слышу, это просто дети развлекаются, или взрослые, как дети, что еще может быть, что они сейчас хотят, чтобы человек исправился, чтобы он тут же усил шаббас, шаббас, а он не знал, вышел из машины, оставил и пошел пешком, я такой не верю, а раз таком быть не может, значит, они услышат, что теперь кричать, такое дело сказать, что не заезжай в наш район, так сделайте так, чтобы в наш район не заезжай, но без шума, без лишнего надрыва, еще одна история про Рави Иуду Цатку в одной школе в религиозном районе, было это много-много лет назад, директор решил ввести некоторые нововведения в системе воспитания, ну, не знаю, может быть, он в кино начал водить учеников, а школа религиозная, серьезная школа, я без всяких параллелей сегодняшним днем, и пришел Рави Цатка с несколькими людьми, устроил пикет, молчаливый пикет, знаете, какой пикет, да, какая-то демонстрация молчаливая, они там что-то поговорили, они там шумели и завели некоторые протесты, и вывесили картонки, в которых было написано, родителям в эту школу сдавать детей нельзя. Так он поступил, вообще он был резкий человек, очень резкий человек, Рави Иуду Цатка, у меня не... из его истории немного, я могу привести примеров о том, как нельзя делать замечания, как можешь делать замечания, могу привести много, он был таким человеком, вот он здесь устроил пикет, молчаливый, правда, без шума. К нему прибежала испуганная идея, который говорит, а что случилось с Рави, можно было бы зайти ко мне, он тоже религиозный человек, этот человек, который модернен называется, ввел на выведение в своей школе, какая-то была лет 40, лет 50, можно было бы зайти, поговорить с нами, договориться, и мы бы нашли какой-то компромисс. А Рав Цатка ему объяснил, мирным путем, вот скажи, пожалуйста, ты через старый город ходишь, старый город, от Верусаля, он говорит, ходишь, а вот тебе вдруг понадобилось пройти от Явских ворот к Дамасским, это через Арабский район, бывает такое? Ну, бывает, раньше было, и когда ты пойдешь, предположим, ты пошел, и вдруг ты слышишь стрельба на соседней улице, что ты сделаешь, ты побежишь, там выясняй, кто стреляет, он говорит, Хаса Вахаляла, не дай богу, как я побегу, там стреляет, хоп, ты же убежишь, убегу, вот и здесь тоже, как только он слышал, там прокинули какие-то нововведения, сразу отключать Гевалт называется, заводить нельзя, почему здесь стреляют, ты меня извини, конечно, плохая система образования, хуже стрельбы в Арабском районе, как сказал Равцатка, и это осталось записано, но он не успокоился, тот директор, а может быть, вообще продолжался этот бойкот, он вызвал полицию, тоже произошла короткая история очень, полицейский приехал, он спросил, а что случилось, почему без разрешения, здесь пикетируете, на проезжей части, почему нельзя, он говорит, ну, что он не просил такого разрешения, вы тут стоите, смущаете людей, это вообще школа, тот сказал, что нужно, разрешение получить, а у меня есть разрешение, офицер ученил, сколько это еще и разрешения, я никаких разрешений не давал, ни мой начальник, ни я, и я вам не давал, тот сказал, давайте расскажу притчу, прямо про тебя самого, скажи, пожалуйста, если твой начальник даст тебе приказание, ты его выполнишь, конечно, о, молодец, скажи, пожалуйста, а если Начальник этого начальника даст приказание Ты его выполнишь? Конечно Хороший ответ Скажи, пожалуйста, если твой начальник даст тебе одно приказание А начальник твоего начальника даст противоположное Что ты сделаешь? То выше приказ того я и выполню О, так я и поступил У нас есть приказ самого Творца Выступать за то, чтобы у нас было Чистое образование Поэтому не нужно получать разрешение в полиции Потому что и выслушать с чего разрешение Это человек был умный офицер И засмеялся и ушел Все это мирно и кончилось Что было со школой, я не знаю Остался я на все семьи еврейского образования или нет Во крайней мере эти истории вошли Мэй, это довольно-таки известный Один из самых известных Очень популярных комментаторов Нового времени Написал, что в Талмуде Так сказано, в трактат Шаббат 54 лист Вторая страница, трактат Шаббат Там так написано Если человек видит, что его домочадцы Члены его семьи Или земляки Жители одного города Делают какие-то проступки И он молчит при этом Хотя и мог заявить протест И проступки совершать То их вина, если у них есть вина Это же проступок Распространяется и на него Так написано в трактате Шаббат И он получит часть своей вины За эту проступку Хотя в том проступке он не замешан И Мэри добавляет Так вот, чем выше человек На лестнице социальной Иерархический день И чем он выше Чем он важнее Тем больше он будет наказан За то, что мог сказать И не сказал Почему будет наказан? Потому что к его голосу бы прислушались У него есть такая возможность У него есть такая возможность Исправить ситуацию И он это не сказал К другому человеку Который находится на социальной Лестнице ниже Может кого голосу меньше прислушались Все равно частично несет И ответственность Такую ответственность тоже несет У меня Мэри написал об этом В своих июньских тезисах Которые я принес У меня четыре листиков Всегда бывает И Сегодня в первый раз пять Честно написано конспект Только несколько слов На каждую тему И не привел этот пример А сейчас мне пришел в голову И обязательно нужно сказать Это не тайна Импровизация Которая приготовила дома Импровизация Нужно готовить дома Но я фронт скажу Дело в том Что был наказан город Шхем Вы помните Что Сыновья Якова Нашего Параца Якова Уничтожили целый город Шхем Почему? Потому что их правитель Допустил совершенно Невозможную вещь совершил Он изнасиловал Украл Кинул в заключение Их родную сестру Дину Дочь Якова Илье И не отдавал Ей поставил еще Некоторые условия Давайте сделаем брак И так далее Из-за этого был уничтожен Весь город А почему он был уничтожен Весь город? А то что они видели это И никак не взмутились И устроили Обычного пикета С лозунгами Шума и крика Как в городе Нужно было кричать Попить Драться Но только потребовать О том Чтобы Дину вернули Надо не нарушать закон Они это не сделали И получили наказание Так скажем Но это же Низкий социальный уровень Да Но их было много Это целый город Правитель не пошел Против целого города Он бы не уничтожил Весь город Царь Уничтожает свое царство Остается не царем А поэтому Они могли на него Пулять Как один большой человек Как царь сам И они этого не сделали А поэтому Смертная казнь Так учит нас Тора Ну мы конечно понимаем Что если кто-то Так поступит Мы не будем Убивать его Но есть такой пример История И еще Мэри Мэри пишет Что иногда надо Сделать замечание Человеку Потому что Если замечание Это не будет Сказано Ну что ты делаешь Нехорошую вещь делаешь Вожительное надо сказать Если не будет То нарушитель Решит А смотрите Смолчали Никакого нарушения Не было Можно перетерпеть Можно дальше двигаться И будет повторять Свой проступок Кто в этом виноват Тот кто мог остановить И не остановил Так Со слов Мэри Мудрецы сказали Что так сказано Про Аарона Аарон Кто такой Аарон Брат Муше Наш пророка Муше Который увел Евреев из Египта Написано Что Аарон Тоже был наказан За тот грех Который совершил Муше Когда он ударил По скале Вес того чтобы сказать Очень интересная фраза Поэтому он тоже участвовал В этом грехе частично Могу сказать Я не сказал История про Аараби Ильханана Бунема И Сирмана Сейчас тяжелая история У меня будет Я Долго думал Рассказывать ее Или не рассказывать Но если Не доносить Властям Администраторам Сайта Толдотру То мы проскочим С вами А поскольку Мы с вами Договаривались о том Что есть такой урок Что доносить нельзя Доносчикам У доносчиков Не будет надежды Так мы молимся Сами молитвы Я думаю Все это зайдет потихонечку Если я сейчас Кого-то из вас задену То тоже Не очень переживайте Можете написать мне Устно Я постараюсь Вас не сделать Ну иногда нужно Скать то что Думаешь Иногда нужно Скать по делу Хороша ли Это если не не хороша Кстати правило Как там было сказано Платон ты мне друг Но истина дороже Это не еврейское правило Платон ты мне друг Он мне друг А истина дороже Мне нет Еврейское правило такое Истина Мне очень дорогая Но Платон важнее всех Нельзя обижать Платона Вы слышите Нельзя его говорить Платон Истина не с тобой Она отдельная Это не еврейская вещь Есть несколько правил Еврейских Которые можно Из обычных Житейских правил Переначать Получается еврейское правило Например Семеро одного Таки ждут Такое еврейское правило А не только один из семерых Раби Аль-Ханан Бун-Им-Васерман Он собрал деньги Для Ишевы За границей Все это прошло В 1940 году В Англию Он туда приехал Один из известных городов Нельзя написать Что это за город Я знаю Что за город Не скажу Причем потому что Я знаю Что где-то Все происходило Судя по Пришедшим Он давал лекции Уроки Не только для того Чтобы собирать деньги Давать побольше денег В Торе не написано Нет Он давал Нельзя это хизук Для усиления Торы Он укреплял Тору В еврейском народе Веру И он там посетил Одну Ишеву Где учились представители Очень многих движений И хасиды И литовские Представители литовского движения В общем все Со всякими видами Кипот на главе В 1940 год И Там сидели также Те люди Которые сидят Торы Утверждают Что нужно во всех случаях Приезжать в Израиль В 1940 году Может быть это было актуально Даже если ты ничего Не соблюдаешь Я вот про этих людей Хочу сказать Если кто-то скажет Что нужно приезжать в Израиль Даже если ты ничего Не соблюдаешь То это у меня вызовет Некоторую странную реакцию Я спрошу Почему Зачем Где написано И так далее Сам Рафвасерман Как известно Жил Припадал В Литве В городе Барановичи Была так Он известный Ишива Кстати Он и погиб Потом С приходом немцев Он приехал туда Погиб от рук фашистов Вместе со всей Ишивой Вместе с ними Известный форт В Кована Сейчас там музей Так вот на лекции Он сказал Что в Туре написано Следующее В книге Бамидбар Между прочим В книге Бамидбар 23 стих Девятый 23 глава Девятый стих Это прям Наш сегодняшний раздел Балак Скал Белам Так он сказал Когда он Вместо проклятия У него получилось Получилось благословение Вот народ живет Отдельно Среди остальных народов Он не чистится Известная фраза Вот один народ Живет отдельно от всех Мы все вместе А он отдельно И это было Как похвала И народ Он сказал Ам Ам Это народ А живет Среди остальных народов Гоим Среди Гоим Гой Это тоже народ Вот Ам Который живет Среди остальных Гоим Не Гой Не еврей А Гой народ Сейчас говорю Про евреев тоже сказано Гой Гадоль Да Большой народ А в данном случае Белам сказал Ам Живет отдельно А среди остальных Гоим Он Лоникшав Не Не чистится Это ещё означает, что он не числится. Лохош и Малаф. Или ещё можно сказать, что он Лохошуф. Он не настолько важен среди остальных народов, они его за важный народ не считают. Что такое народ Ам? Какие народы Гои? Чем Ам отличается от Гои? Спрашивает Рамусерман. А тем, что Гои им прикреплены к земле. Они живут на земле. Но в стране их обитания, вот именно проживание в стране их обитания делает их народом. И теперь, если они уедут в другое место всем народам, это будет новая страна обитания. Но если кто-то из них уедет, так скажут, например, ну не знаю, евреи живут сейчас не в Израиле, а в другом месте, вот это вот поляки, не в Польше. Так и будет называться он всё равно по стране своего обитания. Называется диаспора. А Ам – это тот народ, который народом становится не из-за их земли, а вопреки этого, что делает их народом? Исполнение заповедей. Вот народ, который исполняет заповеди, и поэтому он не чистится среди тех народов, которые каждый живёт на своей земле. То есть, евреи может ехать в Израиль, но там он не становится евреем автоматически. Он не становится евреем, так аккуратно скажем, он не становится евреем тем евреем, который хочет увидеть Тора. Он просто житель Израиля. В Израиле много людей. Есть армяне, есть черкесы, есть русские, есть цыгане, что угодно есть. Есть евреи. А вот в то время как соблюдающий Тору еврей, он еврей везде. Так согласно Торе. Сейчас мне не извините, только я не хотел бы называть эту тему. Сейчас кто-нибудь придёт и скажет, что они надевают филин. Я что, не еврей? Еврей, конечно. Еврей Тору не надевает филин. Или что, вот у вас особо какой-то статус еврей может стать, только соблюдает Тору. Нет, ничего я этого не говорю. Еврей, он есть еврей, который не соблюдает или не соблюдает. Вся разница в этом. А настоящий он еврей? Ну, я даже не знаю, что такое настоящий. Настоящий химик, настоящий физик. Что такое настоящий физик? Что о нём можно сказать? Кто-то, который знает всю физику. Дело занимается своим делом. Не об этом нет разговора, а речь идёт о том, что еврей, он еврей везде, если он соблюдает Тору, с точки зрения Торы. Если соблюдает Тору. Однажды понятно, что по знаку Машиха, Машиха приедет, он тоже обязан будет приехать. Хочет он или не хочет. Где бы он ни жил? В Германии, в Цюрихе, в Нюрнберге, в Америке, в России, в Москве, где угодно, в Атланте. Всё равно когда-то он приедет сюда, хочет или не хочет, он, если Машиха задержится, значит, его дети. Но они сюда приедут. Привязка гуляется здесь. Но сейчас нет такой необходимости. Так написано во многих наших комментаторах. Тут часть учеников выслушала всё это молча, всякого крика, шума, без всякого пикета встали и ушли. Ну, вышли. Хорошая история, я предупреждал. Спросил Раву Сермана после лекции, ну что, не вредит ли он такими словами своей миссии, цели? Он собирает деньги. Так он меньше получит. Если он будет ещё поучать других людей и расстраивать. И он ответил на это. Ну, сколько собрать мне денег уже давно отмерено на небе. Там решение есть. Хочу я или не хочу, я эти деньги получу. Больше положенного я не получу. Но есть вещи, которые зависят не от небес, а только от меня. Что от меня зависит? Это исполнение слов Торы. Я надеюсь, что не все мои ученики заснули. Сейчас я только быстрее не начну рассказывать. Оставшиеся у нас осталось, по-моему, 15 минут. Чуть больше. И у нас ещё несколько соображений. От себя я хочу добавить. У меня много друзей, на самом деле, связаны кипой на голове. Я сам её носил во время отказа. Все они подают еврейского народа. Совершенно замечательно. Я люблю этот народ и этих людей. Это моих друзей. Они учатся, учат Тору, работают. Делают много полезного. Но именно из-за них, я могу сказать, евреи не делают кипа на голове. Хоть чёрный, хоть вязанный, как угодно. Евреи делают его еврейские дела. Его Тора. Та Тора, которую он учит и исполняет. Причём исполняет каждый день, учит каждый день. Но другого не дано. И нельзя ограничиться только кипой. Надел кипу на голову, теперь я еврей. И минимальным кашерутом. У нас дома кашерут. Я покупаю всё в еврейской лавке. Здесь легко сделать кашерут в Израиле. Или одним-двумя уроками Тора в неделю. Один-два урока Тора в неделю. Это вообще-то минимальный кип. Даже я не знаю. Но если нет ничего, ладно. Пускай будет это. Но это смешно. Нельзя бороться за Израиль, защищая его в интернете, расхаживая с флагом Израиля по Лос-Анджелесу среди пакистанских, палестинских странных людей с флагом. Показывая, что ты выступаешь в поддержку Израиля. То есть можно, конечно, можно. Это делать. Но этого недостаточно. Это не есть еврейское дело. Да что же мы сейчас боремся? За то, чтобы защитить евреев. За то, чтобы оградить их от тех людей, которые хотят нас сбросить в море. Уничтожить нас. Почему нас хотят сбросить в море? Почему? Что случилось? И почему я их защищаю сейчас? Ну, мне нравится еврейский народ. Ну, киргизам нравятся киргизы. Палестинцам нравятся палестинцы. Русским русские. Мне нравятся евреи. И что? Это всё, аргумент мой спорить с другими народами мира? Нет. Мой аргумент совсем другой. Мы евреи. Интересно тем, что мы соблюдаем Тору. Вы слышите? Если я не соблюдаю Тору, то какое имею право у Всевышнего просить особой милости, чтобы у меня мог маленький народ оставить в окружении врагов? Убрать правила. Обычные правила. Что маленький проигрывает битву сильному зубастому хищнику. Это правило здесь такое. Почему я сейчас должен апеллировать ему, прежде всего, не помоги моему народу, если я её не соблюдаю Тору? Если я соблюдаю Тору, да. Тогда у меня есть обоснования какие-то. Не больше, не меньше. Это очень простая вещь. Легкий путь. Нет. Самый легкий путь – просто детский путь. Необходим путь к соблюдению законов Торы. В первую очередь, законов, которые касаются отношений между людьми. К Всевышнему легко хорошо относиться, легко его любить. Людей трудно любить. Поэтому правила. Если кто-то записывает, запишите, пожалуйста. Мне это правило очень нравится. Покажите, как мне, покажите мне, как вы разговариваете со своей женой, со своими детьми, с друзьями, просто с прохожими, и я скажу, какие вы евреи. Насколько её соблюдать. В своей книге комментариев дальше идём. На Мишле. Мишле – это причина. Аграб Геленский. Гаон пишет, что человек должен поправлять другого человека, если тот сделал нехорошее дело. Если он поправил его, и тот начал делать хорошие дела, то часть награды за эти хорошие дела достанутся также тому, кто его поправил, предостерёг. Будет награждён. Как будто тоже он их сделал. Но если он не остановил второго человека, и тот продолжил, и будет получать наказание за это, то и первый, который мог остановить, не остановил, получит за это наказание. Это сказал Аграб Геленский. Гаон. И указал. Об этом пишет Аризаль. Аризаль – это великий талмудист и каббалист, который жил в Цифате. Многие молятся по седурам, седур-молитвенникам Аризали. Он так сказал. Сделал хорошее дело, человек получит награду он и тот, кто его научил. Сделал плохое дело, не о нас будет сказано, то получит наказание он и тот, кто его не остановил. Так написал Аризаль. Тасов, ну, это прямо так написано в книге. Тософот к трактату Шаббат, трактату Вавилонского талмуда написали. Тософот – это комментарии. Написали. Если видно, что не последует нашему выговору, я его выговорю, а он не будет его слушать, то запрещено делать у него. Более того, это важные слова. За это я перевожу все это. Лучше пускай нарушат по незнанию, называется Шугег, чем нарушат зная, называется Мезид. Т.е. не говорите ему, что это нарушение. Если вы знаете, что он вас не услышит, не говорите ему, что нарушение. Причём потому, что Башугег, он ничего не сделал, он не знал. Он не знал, что такую-то легкую вещь в субботу нельзя делать. Ну, это пример приведу. Вы видите. Пример схода привожу. Что вы живёте в общежитии с несколькими людьми. У каждого есть тумбочка, и в тумбочке есть выдвигающиеся ящики. И вы видите, что у вашего соседа в этом ящике лежат ножницы, которым он перед субботой подстригал свои ногти, он положил. Называется, на самом деле, это мукцы. И вообще-то теперь этот ящик нельзя выдвигать. И когда он будет выдвигать, ему лучше бы не говорить, что ты сейчас смотришь, что ты делаешь. Это мукцы. А он у тебя в плохих отношениях с тобой. У вас спор прошёл. И он ещё и как ещё и начнёт выдвигать, что больше будет делать, то получается, что я его втолкнул на это дело. Лучше, пускай, делать по незнанию, чем с плохим намерением. Так написано Тософот. Ещё одно правило. Известно, что не меняют обычаи в синагоге. Если у вас есть какие-то заведены порядки, это правило написано в наших книгах. Например, там, где принято, чтобы кантор пел, исполнял музыкально, вёл молитву, распевал. Я очень люблю канторскую пению, послушайте, это совершенно замечательная вещь. И там, где положено быть группе певцов в сопровождении музыкальной, то так и надо делать. Если не принято, то этого не делают. Приходит новый район, говорит, а сейчас мы сделаем хоральную синагогу. Кстати, хоральная синагога в Москве, как я слышал, такой отзыв, ну что это такое? Какие же эти религиозные евреи распевают там песню? Просто театр для скала распевают. Миленькие мои, да это закон такой. Если там так начали делать, теперь так и положено делать, что канторское искусство должно быть среди нашего народа. Другое дело, как они это делают, чтобы это не было как в старые-старые древние времена, когда я тут приходил, но с микрофоном, чтобы это было кошерным образом. Это просто замечательно. Каждый раз, когда я приезжаю, я душу отвожу. Мне ужасно нравятся такие хорошие мелодии. И если кто сейчас из Москвы и скажет, передать мой привет от меня известнейшему кантору в России Яшик Бару. Это мой очень английский друг, совершенно замечательный голос. Он отнюдь не хуже, если не лучше, но мощнее многих-многих канторов мира. У него был Великой Владимирович. Так вот, а если не принято петь кантору, то если ноги лучше этого не делают. Так вот, произошла история с Рабицкаком Заем Соловейчиком. Однажды ему сказали, что в их городе, в центральной основании города Бриск, Брест-Литовский. Вот теперь канторское пение, чего раньше не было. Но этого нельзя делать. А его не предупредили на Новый год, Рожашоны. Его не предупредили, и он ничего не успел. Он, главное, равен, не успел отменить. Так сделали Габай. Наверное, у них там какой-то спор шёл и какая-то конфронтация. Я даже не знаю, как можно было спорить с Рабицкаком Заем Соловейчиком, Брест-Киров. Но так получилось. Он же был довольно-таки пожилой человек, и он только увидал, что люди-то поднимаются, называется Бима, на возвышенность, и приготовились распевать. Он, будучи пожилым человеком, встал, сзади них поднялся и сказал, чтобы срочно они спустились отсюда. Ну, Рав сказал, они спустились. Там их встретили два или три Габая, и сказали, срочно поднимитесь, мы вам деньги за это платим. Поднимайтесь. Они поднялись снова. Чихи люди, обычные евреи. Правильное поведение, кстати. Они поднялись, а Рав Соловейчик уже успел спуститься. Он тоже поднялся. Тут же поднялся, прежде чем они открыли рту и сказал, срочно спускайтесь. Нельзя это делать. Они спустились. И так происходило много, долго, много раз. В русских сказках по три раза, там много раз. И Рав Соловейчик потом вспомнил эту историю, записывая свои слова учениками, сказал, вдруг он почувствовал, что он уже не в силах преодолеть эти пять ступенек, подниматься туда, обратно и спускаться. Тяжело. Старый человек. В последний раз если поднимается, там будь что будет, что можно. Молиться все мышцы. Он поднялся и сказал, спускайтесь. Они спустились, и им снова сказали, поднимайтесь. Они повернулись, чтобы подниматься. И в это время не выдержала перегородка, упала перегородка между залом, где молятся в санагоге евреи, и женщины стоят. Там была перегородка. И они под их напором, этих женщин, они собирались ее бросать. Она упала. И там все разбежались. Эти женщины закричали, перестаньте оскорблять нашего раввина. Слушайте, что он говорит. Между прочим, громче всех кричали жены этих габаев. Габай – это, я не сказал, да, это слушающие этой санагоги, те, которые знали здесь правила. И Рав Соловейчик сказал, о, когда стараешься во имя небес, небеса помогают. Эту фразу он сказал. Еще одна история, у нас осталось пять минут, мы все успеем сделать. Рав Михайль Иуда Левкович рассказывал, что однажды он побывал в Тель-Авиве, и в незнакомой санагоге. Так получилось. И он там молился, и вдруг увидел, что посреди молитвы люди разговаривают. Мы с этого начали, да? Тихий, уже что это при всеми делать? И он разговаривает, разговаривает. Главный раввин после того, как кончилась молитва, вышел на Биму и говорит, я сейчас прочитаю маленький урок. И он начал читать маленький урок. Понятно было, Рав Левкович сразу понял, что сейчас их будут учить не разговаривать во время молитвы, а как это сделать, чтобы их не обидеть. И он получил очень хороший урок. Вышел этот раввин, этой санагоге и сказал, что вот он слышал от своих отцов о том, что в свое время Хофисхайм однажды пришел в санагогу, где его никто не узнал, и все там разговаривали во время молитвы. Итого, после молитвы поднялся на Биму и сказал, это рассказывает раввин Талявиб, и поднялся у Хофисхайм на Биму и сказал, он же был очень старым человеком, вы мне извините, не хотел ничего вам говорить. Не хочу, и сейчас ничего не хочу говорить. Но дело в том, что когда я предстану перед высшим судом, мне там все мои поступки, проступки, все будет открыто. И мне там скажут, скажи, пожалуйста, и последнее, что ж ты молчал, когда люди разговаривали, а ты их не остановил? Так вот, я сейчас не смолчал, сказал он и спустился. Не для вас я это делаю, я не хочу вас обижать, а вы мне помогите, да? Сейчас вы уже знаете, что я не смолчал. Ладно, договорились, вы будьте свидетелем. Так он сказал. ТОХАХА, МХА, так называется наш урок, выговор, строгое замечание, ТОХАХА. И протест, МХАА, это когда возражаешь, протестуешь. Первое, зависит от того, кому ты говоришь. Если он не услышит, как мы говорили, то нельзя говорить, делать замечание. Это мягкая вещь, гибкая. Она относится к человеку, которому ты говоришь. Вторая вещь, МХАА, нет, это протест. Это ни от чего не зависит. Надо исправить дело, поступай, иди исправь его. Так поступил Пинхас в конце нашего раздела, который убил руководителей колена, который привел в шатер медианитку, медианку, женщину из медиан. Он их убил, и это было, что это было, МХА, несогласие, решительное несогласие, спасение человека, евреев. И тогда остановился мор среди евреев, 24 тысячи погибло. Раф Исатмара, Раф Юэль, тот Эльбойм однажды посидел Иерусалим. Там к нему пришел, к нему Раф Амрай Бло, и пожаловался о том, что падение нравов сейчас жуткое, и что я не делаю, ничего нельзя исправить. А что ты делаешь? Я иногда устраиваю пикеты. И ты знаешь, что никто ко мне не присоединяется, когда мы там выступаем за что-то. Сейчас такое время. Раф Юэль Титильбойм, величайший мудрец XX века, известнейший судья, к нему приходили Терейский суд, он решался вопрос, крупнейший человек. Сатмарский хасид, Сатмарский хасид, адмор, руководитель, Сатмарский адмор из самых сильных и крепких во все времена всегда. Так было, по крайней мере. И он сказал, что они тебе не присоединяются, по благодарю Богу, о том, что они не выступают против себя в другом пикете. Наше время сейчас такое. Так передавал Раф Блой. Я не хочу сказать здесь, на этом уроке, у нас осталось 3 или 4 минуты, что устраивает демонстрации против властей по любому поводу. Нельзя позволять, на самом деле, устраивать хулиганам, сжечь что-то, переворачивать, устраивать беспорядки в наших районах. Но иногда демонстрация помогает. Например, в наше время, лет 20-25 назад, когда я приехал сюда, ЭГЭД, это автобусная компания, развешивала на всех своих остановках рекламу. Так они зарабатывали деньги у фирм, которые проют одежду. И реклама была не совсем кошерная. Ток-модели с минимумом одежды. И это было в религиозных районах, во всей стране они это делали. И начали какое-то движение, несколько хулиганистого типа сожгли, что-то сделали. Так или иначе, очень быстренько нашли компромисс, и с ещё в конце могу сказать о том, что Хофицхаймер сказал, что однажды побывал в литовском городе Ракау. И так и нашёл, что это за город Ракау, известный город, наверное, был раньше, сейчас вы поменяли название. И там происходил, я уже заканчиваю свою лекцию, суд над одним богачом, который сделал какие-то нарушения против царского правительства. И его судили, и по этапам... Присудили ему 15 лет в Сибири, его уводили. И уже его уводили из этого города Ракау в Минск по дороге, чтобы отвезти это или отвезти его на Телени. И он был нарушенников, и в Кандалахе он попросил, чтобы его привезли к дому главного раввина этого города, его привезли. И он позвал этого главного раввина, тот вышел. Он сказал, вот, Рэбе, ты очень добрый, все говорят, что очень добрый. Ты мне ни разу не сделал ни одного замечания. Я понимаю, что меня наказывают сейчас за мои прегрешения, за мои грехи, за мою Тору. И поэтому он наказывает меня при помощи царского суда, за китуньи дела, свои отношения. Всего не мог бы меня и не подвезти сюда, к этому суду. Я наказываю свои вещи. И ты же видал мои поступки, и ты меня ни разу не остановил. Если бы ты меня остановил, может быть, я не докатился к такой жизни. Большое тебе спасибо. Сказал он в сердцах, заплакал, и его увезли. Вот чтобы нам так не сказали, нам всегда приходится думать о том, можно ли помочь людям остановить их там, где нужно остановить. Нарушают ли они законы Тора, настраивают ли против себя небеса. Мы хотим, чтобы евреям было хорошо, чтобы этому человеку было хорошо, чтобы он соблюдал Тору. И это и есть мое соблюдение Торы. Когда нашему еврейскому народу будет хорошо. Везде, где бы мы ни жили. В том числе и здесь, в стране Израиля, когда придет Маших, и чтобы он пришел скорее и скорее. А для этого мне нужно уметь разговаривать с людьми. Мне нужно уметь научить их тому, что им нужно. Для этого самому нужно, во-первых, учиться. Лучше вам спасибо, всего хорошего, до свидания, шалом-шалом.